как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер 350 тема сегодня upcycling и sustainable fashion или устойчивая мода и осознанное потребление спикер алена модная дизайнер стилист вк.ком алена подчеркивание модная кто такая мари лоранцен и почему она вдохновляет и она вдохновляла кстати джо десена эта цитата из его песня ли ты в обе лето марил ранцен это французская художница которая жила в прошлом столетии и создавала совершенно потрясающие картины этих картинах отражены женские образы очень романтичные и сказочные именно эти феи вдохновили меня на создание образов из моей коллекции dream garden собственно пересмотрела очень большое количество работ мари лоранцен и именно ее творчество легло в основу достаточно большой коллекции стекста стиля вот на ютюбе есть ролик там по моему 80 акварелей мари лоранцен то есть переводе то что прочитал по-французски это в своем длинном платье ты походила на акварель мари лоранцен поет джо десен а есть оригинальный клип джо десена и там значит по пляжу идет джо десен поет и идет женщина на фиолетовом платье вдали по пляжу с очень длинными длинное платье да вот а у мари лоранцен ее любимые цвета были какие-то по-моему голубые вот такие гуашевые мари лоранцен очень разнообразная колористика цветовая поэтому она и созвучна лично мне как дизайнеру потому что я стараюсь работать с цветом и сочетать различные варианты красок поэтому конечно не случайно была выбрана в том числе и мари лоранцен потому что ее колористика она позитивна и созвучна моему миру красочному достаточно яркому но одновременно я посмотрел вот эти вот этот ваш сад мечты да вот эти женщины они еще похожи ну это это еще этно-мода да потому что они похожи на некие какие-то традиционные что ли цвета особенно вот есть цветные фотографии еще дореволюционной россии вот почему у меня такая остация возникла с женщинами крестьянками в таких цветных платьях ну да русский костюм он тоже достаточно яркий и конечно некоторый перенос и соотношение с этнической модой собственно поэтому мы показывали эту коллекцию в петербурге в двадцать первом году в рамках фестиваля white nights fashion мода белых ночей и это использование и ручного труда исконно русская традиция виза плетения причем плетение из как сказать из осколков производства да из других вот знаете как коврики плетут да можно так сказать сохраняя русские традиции которые передавали мне мои бабушки почему учила меня моя мама мы стараемся вот поддерживать то что передается нам из поколения в поколение и транслировать это уже на новый лад и собственно да вся эта коллекция выполнена из переработанного текстиля она связана из ткани переработанных дней и шерсти из ткани в хорошем смысле смесь французского с нижегородским вот а теперь про это модное понятие оно не только ведь в моде сейчас оно в предпринимательстве тоже да вот это sustainable business когда мы стараемся не носить урон природе и вообще сейчас мы стараемся не покупать новое переделывать старое но делать из этого высокую моду расскажите как вы к этому пришли устойчивая мода дело в том что я достаточно давно уже создаю различные коллекции и у меня за годы работы скопилось количество текстильных остатков ну и многие наверное кто создают одежду сталкиваются с тем что выбросить жалко потому что это очень хорошие пары тканей это красивые расцветки но быть может не всегда это остается такой объем который бы хватило на еще какое-то полномерное изделие поэтому мы остатки сохраняем и подумали как их можно использовать потому что утилизировать конечно жалко плюс ко всему мы понимаем что когда ткань попадает на различные мусор собирающие фабрики или каким-то образом попадает на свалку это приносит достаточно сильный вред окружающей среде потому что если это речь идет о синтетических тканях они выделяются в вами разлагаются в почве продукты горения их токсичны и нам хотелось затронуть именно экологическую тему в том числе в этой коллекции показать что из остатков которые могли и базаться где-то на свалках можно делать достаточно красивые вещи которые будут радовать глаз аудитории и приносить вдохновение не только нам но и другим людям и так собственно началась работа именно с коллекции дримган и родилась она из одного платья которое условно лето затем попробовали еще и еще и в итоге сейчас в коллекции 9 изделий и есть мысль создать 12 платьев по количеству месяцев в году ну вот это не повседневная одежда это одежда для ивентов специальных да чтобы красивые девушки ходили и радовали глаз да вот по какому-то событию это это коллекции да это коллекции формате арт фэшн они предполагают экспонирование на манекенах формате арт галереи и однажды нам сказали что зря вы эти платья 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 только на манекенах и в галереях они вполне могут быть представлены на моделях хотя изначально мы не планировали что даже так а дефиле почему объясню потому что во первых это достаточно массивные конструкции потому что текстиль он имеет определенный вес у нас есть платье который до пяти килограмм сами и конечно говорить о какой-то мобильности модели здесь сложно хотя в итоге мы попробовали и у нас получилось и девушки представляли достаточно эффектно эти платья и теперь да теперь мы их транслируем в том числе через формат дефиле потому что конечно одежда гораздо сильнее живет на женщине нежели на манекене это факт неоспоримый ну я еще хочу раз подчеркнуть вот что вот если есть специальное событие особенно в теме экологической какой-то да вот то ваши девушки прекрасно украсят это событие будут ходить там и своим видом говорить о том что красоту можно сделать из из простых да вот давайте мы выучим все вместе слово upcycling английское recycling все уже слыхали и знают да что это переделывать upcycling слово up означает вверх то есть мы видимо через recycling повышаем что-то да что же мы повышаем ну здесь наверное стоит прежде всего сказать о второй моей коллекции джинсовой коллекции которая называется infinity она абсолютно полностью выполнена форматом да именно так поясню почему для меня прежде всего джинс это неисчерпаемая тема для творчества и с точки зрения дизайнера я считаю что джинс он действительно бесконечен потому что вряд ли мода на джинс когда-либо закончится и поскольку и мода на джинс тоже меняется меняются цвета меняются способы обработки творчество в формате джинса оно для дизайнера бесконечно ну и так так родилась коллекция infinity в ее концепции как раз заложена переработка джинсов вышли из моды самым глобальным здесь конечно является устаревший формат джинсов скини то есть в обтяжку сейчас да у нас особенно после полтене у нас очень все потолстели взгляды на моду одежда я думаю любой потребитель обратит внимание что одежда не касаемо только джинсов а в принципе стала достаточно объемной свободной да нам нужен комфорт нам нужна одежда которая не стесняет движений которая позволяет нам комфортно жить и двигаться достаточно в активном ритме собственно никто не хочет натягивать с мылом эти джинсы скини также со сложностью их снимать соответственно можно найти сейчас такие брюки которые не востребованы и в том числе широкой аудитории родилась идея попробовать их переосмыслить поэтому мы решили распарывать эти старые джинсы которые также в больших объемах попадают на свалки это не только в формате России и вообще в мировом формате это все подлежит утилизации потому что никто сейчас особо не покупает и собирая по колористике различные варианты брюк мы начали создавать коллекцию из переработанного мимо здесь конечно такие коврики знаете у хозяйки из разных кусочков но это уже не высокая мода это повседневная одежда по сути дела получается с одной стороны да это конечно безусловно повседневная одежда эту одежду можно назвать одеждой от кутюр в формате апсайкл все таки высокая мода потому что ап это вверх да повыше мода это очень трудозатратное это очень трудозатратное производство потому что это гораздо сложнее чем просто скроить изделие нужно подобрать кусочки и дизайн придумать это нужно это нужно распороть брюки их нужно привести в должный вид это и чистка и отпарка и убираем лишние нити убираем какие-то детали которые нам не понадобятся в крое затем это нужно работать специальный крой в рамках которого мы сможем получить полномерное изделие из узких деталей джинсов это титаническая работа причем я стараюсь подбирать цвета таким образом чтобы это не выглядело как пэтчворк у меня изначально не стояла задача сделать пэтчворк я не собираю красные цветовые детали я стараюсь чтобы изделие максимально ровным выглядело в целом и отсылка к тому что это сделано из джинсов она практически идет только в деталях которые я использую я сохраняю полностью пояса от джинсов и практически все модели в коллекции если посмотреть они отделаны этими поясами плюс стараюсь сохранить родные карманы и шлевки но в целом изделие смотрится абсолютно как самодостаточные вещи и даже может если не вникая не приглядываясь у обывателя и не сложится ощущение что это сделано из узких джинсов скинь но это так и наверное это еще как бы является авторской работой потому что каждая будет работа уникальная она не повторяется да раз она составляется из непредсказуемых частей каких-то да каждый раз она подбирается под конкретные стиль расскажите про Алена вот как строится бизнес у дизайнера с авторскими работами через показы как покупаются ваши работы как вы их продаете если дизайнер достаточно давно существует на рынке конечно у него складывается определенная аудитория мы находим свою аудиторию аудитория которая откликается на наше творчество ну собственно здесь наверное можно соотнести даже с творчеством художников как у художника есть свои почитатели так и у дизайнера есть свои почитатели есть круг лиц которые идут на это творчество которым нравится носить одежду и собственно на такую аудиторию мы работаем это как личные что ли да стилист если он подходит тебе и вы понимаете своего клиента то он с вами много лет будет идти рядом да вдохновляете друг другу а что вам приносит например только что прошел форум про промыслы про смыслы там ваши девушки гуляли получается вы просто показываете свои работы или это вот реально кстати коммерческая услуга приглашайте моих девушек с моими работами то есть на этом тоже можно заработать дизайнеру периодически в данном что сотрудничество с про экспо здесь меня пригласили непосредственно как творческую единицу для того чтобы разнообразить формат данного мероприятия потому что про экспо изменили вы наверное тоже знаете подходы именно этой тематики ярмарки и в этом году промыслы про смыслы проходили в совершенно новом концепте в том числе они привлекли театрального режиссера Владимира Львовича Гурфингеля то есть вот мы из этого делаем шоу не просто ярмарка но еще и шоу соответственно вы как приглашенный артист в любом шоу участвуете где еще дизайнер может зарабатывать в каких коллаборациях ну приведите пример интересно просто поделиться опытом многие на вас посмотрят может тоже захотят также сделать что-то что касается меня я работаю с производством я вообще очень люблю давать коммерческие модели одежды помимо творчества видите и нашла себя в работе с предприятиями с производствами это они вам заказывают целые линии или что я зарабатываю капсульные коллекции одежды для производства да то есть это спецодежда по сути дела нет это женская одежда я работаю в сегменте женской одежды это женская одежда в формате капсульных гардеробов это одежда от делового до casual у нас производств которые развиваются сейчас после известных событий у нас освободились некоторые нишевые сегменты мы знаем что а эти производства они потом сами продаются вот эти заказанные вам линии или у них свои точки продаж розничные точки свои сайты где они продают эти коллекции а сами то вы на вайл передаете лично вы нет 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 лично я нет есть люди которые ценят ваши работы и потом продают тогда получается вот сформулируйте Алена в нашей рубрике правила жизни бизнеса что же такое за минуту что же такое вот этот термин давайте скажем еще в другой форме который звучит не просто up scaling а как у вас там было слово отдельное слово да не просто upcycling а еще было отдельное слово с fashion ты потерял эту цитату но интересно интересно вот вот а вот сайкломода мне понравилось да что же это такое и как на ней заработать для того чтобы заработать на сайкломоде наверное нужно прежде всего хорошо изучить рынок потому что любой бизнес невозможен без маркетинга для того чтобы дизайнеру вывести на рынок коммерчески успешный продукт нужно очень хорошо проанализировать этот рынок нужно знать хорошо свою целевую аудиторию нужно понимать в каком сегменте мы хотим развиваться и нужно понимать какой дизайн будет востребован среди вашей целевой аудитории все начинается с маркетинга именно с маркетинга и только потом уже на основе полученных данных на основе фактов мы начинаем планировать какой-либо ассортимент и разрабатывать коллекцию одежды это если говорить а как вы эту аудиторию опрашиваете свою делать прям опрос в соцсетях или как ну что касается меня я знаю свою целевую аудиторию если я начинаю работать с производственными предприятиями естественно я как привлеченный специалист прошу информацию по целевой аудитории того бренда для которого я начинаю работать если мне недостаточно этой информации я изучаю ее сама в частности я как правило очень часто изучаю тот рынок одежды в котором существует мой заказчик и заканчивая уже вот еще нашел одно совпадение женские образы это в википедии написано Мари Лоран Сен называли созданиями страны фей и у вас про вашу коллекцию тоже написано что это сказочные феи с сада мечты да да с нами сегодня была Алена модная дизайнер-стилист векаточком алена подчеркиваю не моды наша тема upcycling и sustainable fashion или устойчивая мода и осознанное потребление Алена спасибо удачи вам всего доброго до свидания как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город березники улица юбилейная 17 до свидания 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 до свидания